Проект Литрес Чтец. Ту Сен. Бентен. Читает Сергей Гусаков. Первый этаж. Небоскрёб Таранамон Хирудзу издалека напоминал лезвие гигантской катаны, которая словно бы выросла из земли посреди остальных высокоэтажных домов в районе Минато. Многочисленные ряды окон, словно лазерная гравировка на лезвии меча, олицетворяли собой сотни искалеченных душ, попавших под жернова жестокого бизнеса восточной столицы. Было время, когда здание являлось самым высоким не только в Токио, но и во всей Японии. С тех пор рекорд творения Мори Билдинг Компани был неоднократно побит. Но это никак не убивало престижности Таранамон Хирудзу. Люди по сей день с гордостью рассказывали, что им посчастливилось снимать квартиру или номер в отеле на одном из последних этажей некогда уникального небоскрёба. Подобные чувства гордости испытывали и работники офисов, помещения которых располагались с шестого по тридцать пятый этаж. Кэтсуми Ямагути была как раз одним из таких счастливчиков. Офис компании «Островент», в которой она работала, занимал почти половину тридцать четвёртого этажа небоскрёба. Девушка уже долгие шесть лет самоотверженно трудилась на благо компании, ожидая заслуженного повышения. Начальник отдела Акаио Кимура рисовал радужные перспективы юному специалисту. Назначение на должность главного проектировщика стало первой ступенью на пути к успеху. Но, увы, вскоре Акаио был уволен за растрату довольно внушительной суммы. Мечты Кэтсуми рухнули в одночасье. Она лишилась влиятельного покровителя и надежды на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Весь офис замер в ожидании нового назначения. Опасения оказались не напрасны. Вместо солидного, покладистого и мягкого руководителя отдел возглавил молодой и беспринципный выскочка Йошито Кияма. Типичная картина современного искусства. Состоятельные родители покупают своему избалованному сыночку новую игрушку в виде престижной должности. Йошито в один миг настроил всех против себя. Несмотря на внешнюю привлекательность, изнутри этот человек был страшнее голодного пса Инугами, одержимого безумной злобой ко всем. Йошито никогда не слушал советов от подчиненных. Считал себя всезнающим монахом Ямабуси. Каждый день он выбирал в жертву одного из тружеников офиса. Бедолаге доставалось по полной. Критика выполненной работы перерастала в длительный монолог, который заставлял сотрудника убедиться в собственной никчемности. Все были уверены, что с таким подходом Йошира долго здесь не задержится. Кэтсуми думала так же и ждала момент увольнения нового руководителя больше остальных. И тому была причина. Последние два месяца Йошира отказался от поисков новой жертвы. Он решил вонзить свои острые клыки в кого-то одного и грызть добычу, пока та не издохнет от изощрённой пытки. Этой добычей и стала Кэтсуми Ямагути. Каждый её новый день начинался с разбора полётов на ковре у молодого главы отдела. Он подвергал сомнению все её инновационные решения. Докапывался до мелочей. Ну а если Кэтсуми допускала ошибку, то здесь уж Йошита Кияма отводил душу по полной. Как бы это странно не звучало, но какая-то часть женской половины коллектива завидовала Кэтсуми. Им нравился этот симпатичный, сексуальный дикарь с замашками тирана. Наверное, они были единственные, кто бы скучал по Йошите после увольнения. Кэтсуми же была явно не из их числа. Постепенно она привыкла к наскокам нового начальника, обросла бронёй и даже осторожно пробовала контратаковать изящными колкостями. Сегодняшний день начинался вполне обычно. Кэтсуми находилась у дверей лифта на первом этаже в ожидании транспорта. Рядом стоял высокий молодой человек, одетый в безразмерную футболку с эмблемой фирмы, обслуживающей лифты. На голове красовалась ядовито-жёлтого цвета смешная бейсболка. Глаза были скрыты модными солнцезащитными очками. Как только металлические ставни разъехались в разные стороны, Кэтсуми и парень со смешной кепкой вошли в кабину лифта. «Какой вам этаж?» – вежливо поинтересовалась девушка. «Мне последний». «Мне тридцать четвёртый!» – с гордостью проговорила Кэтсуми и нажала нужную кнопку на панели. Лифт издал тоненький звук, похожий на писк комара, и устремился вверх. Кэтсуми ещё раз взглянула на своего попутчика и томно вздохнула. Подобный типаж парней был как раз в её вкусе. Она не любила, когда мужчина одевал зауженные, приталенные рубашки, выставляя на показ развитую мускулатуру. Как Йошита Кияма, например. Когда он заходил в офис, складывалось впечатление, что кто-то оживил бездушного манекена из торгового центра. По мнению Кэтсуми, в мужчине очень важна была недосказанность и скромность. Увы, оба эти качества напрочь отсутствовали у Йошиты. По жилистым рукам своего спутника и по кустистой сетке вздутых вен Кэтсуми поняла, что под бесформенным одеянием скрывается фигура настоящего атлета. Девушка почувствовала лёгкую нехватку воздуха и внезапно накатившую слабость. К счастью, экран загорелся спасительной надписью «34». И Кэтсуми, пожелав незнакомцу хорошего дня, выплыла из объятий металлического саркофага. «Нужно выпить кофе», — подсказал спасительную идею, начавшей просыпаться мозг. Кэтсуми кинула пиджак на спинку стула и направилась к кофейному аппарату, возле которого о чём-то оживлённо переговаривались трое знакомых парней из отдела монтажа. Девушка кивнула коллегам в знак приветствия и, выбрав нужный напиток, ударила по сенсорной кнопке. Пока горячий кофе, словно раскалённая лава, заполнял собой бумажный стаканчик, Кэтсуми решила краем уха послушать, что же так бурно обсуждает троица. «Я думал, вы уже слышали!» Прогоготал огненно-рыжий баки, сидящий на высокой тумбочке цвета морёного дуба. «Бентен снова учидил!» «В газетах же ничего не было!» С недоверием сказал полноватый очкарик с брытой головой. «Откуда ты знаешь?» Ха! Баки с пренебрежением посмотрел на толстяка. «Может тебе ещё в прайтайм показать сюжет на центральном канале, а, Юширо?» «Да не слушай его!» «Рассказывай!» Ворвался в беседу последний из троицы. Худощавый паренёк с коротко стриженными чёрными волосами. Мамору. «Ладно!» – снисходительно произнёс Баки и, подмигнув к Этсуме, продолжил. «Короче, дело было так. Одна семейная пара после десяти лет брака решила развестись. Причину хоть убейте, не знаю. Кризис в отношениях, усталость друг от друга, измена. Выбирайте любой вариант. Так вот, Бентен выкупил все билеты в вип-зале на сеанс какого-то фантастического фильма. Один билет послал жене, второй – мужу. Прикрыл всё это дело их победой в спонтанной лотерее, приуроченной к премьере киношедевра. Ну, как вы понимаете, их места оказались соседними. Увидев такую подставу, парочка, конечно же, не обрадовалась. Ломанулись к выходу, а там закрыто. Стучали, барабанили, бестолку. Позвонили в полицию, а на экране тем временем кино началось. «Им точно не до фильма было», – усмехнул Самомуру. «Ошибаешься». Баки загадочным видом оглядел слушателей. Фильм был особенный. Они глаз не могли оторвать. «И что за блокбастер? Новая часть Годзиллы?» – предположил Юширо. «Какой-то ужастик». Предположил Мамору. «Мимо!» Победоносно воскликнул Баки и выжидающе посмотрел на Кацуми. Но та показала жестом, что даже не хочет пытаться угадать. «Ладно, слушайте. Вместо обещанного фильма парочка увидела 10-минутный клип. Там были фото и видео из их личного архива. Так сказать, лучшие моменты за годы совместной жизни, которые запечатлела камера фотоаппарата. Да еще и под их любимую песню». Бентен постарался на славу. Заставил парочку вспомнить, как они были счастливы вместе. «И чем же все закончилось?» Мамору с беспокойством глянул на часы. «Не томи». «Хорошо», – жалил Собаки. Когда полиция приехала, они застали парочку страстно целующимися на одном из задних рядов. В общем, развод не состоялся. Кэтсуми понравилась эта история. Вот уже больше года таинственный Бентен помогал заблудившимся влюбленным найти друг друга. И каждый раз он придумывал особенные квесты для своих жертв. В газетах писали, что этот – нарушитель спокойствия мужчина. Но прозвище у него почему-то сокращенный вариант имени японской богини любви – Бентзатен. Кэтсуми это нисколько не смущало. Она мечтательно закрыла глаза и улыбнулась. «Эх, вот бы и мне Бентен помог найти свое счастье. Вдруг оно где-то рядом? А я и не догадываюсь». «Ямагути, Танака, вас Йошита ждет в своем кабинете!» Замечтавшаяся Кэтсуми нехотя открыла глаза. Перед ней стояла секретарша босса – Ацука Йосикава, которая со злорадством поглядывала на нее и на побелевшего от страха Йошира. «Он ждет!» – повторила секретарша. Кэтсуми устало вздохнула и спрыгнула с высокой тумбочки. Она отдала недопитые кофе баки и неспеша направилась в кабинет начальника отдела. Вслед за ней походкой узника, идущего на эшафот, с обреченной миной на лице поплелся Йошира. «Да уж!» – протянул баки и отхлебнул горячий кофе из бумажного стаканчика. «А вот сейчас, ребята, нас ждет настоящее кино, которое в будущем просто закидают золотыми статуэтками. Вот уже пять минут я наблюдал за тем, как Кэтсуми Ямагути, главный проектировщик нашего отдела, сидит на высокой тумбочке и, болтая в воздухе прекрасными ножками, с увлечением слушает рыжего шута по имени Баки. Эта чертовка как будто специально всегда надевала блузки на два размера меньше. Ткань трещала по швам, а пуговицы от очередного сокращения диафрагмы были готовы разлететься по самым отдаленным районам Токио. Она делала все, чтобы сотрудники думали о чем угодно, но только не о работе. Вдруг одна из белых лакированных туфелек как будто случайно соскользнула с ее изящной ступни и начала мерно покачиваться на большом пальце. Точно так же на приемах психолога вводят в гипноз посредством маятника. Я зачарованно смотрел на нехитрые манипуляции с белой туфелькой, попутно ощущая, как все мои конечности наливаются свинцом. Почему это меня так заводит? Неужели только я один вижу, как Кэтсуми распространяет вокруг себя сексуальные флюиды выжидания сильного самца? Дисциплина в Островенте после правления моего предшественника расшаталась дальше некуда. С удовольствием бы уволил добрую половину этих никчемных созданий, которые явно не справляются со своей работой. Лишь один человек в офисе чего-то стоил, не считая меня, разумеется. Этим человеком была красотка с золотыми волосами, Кэтсуми Ямаготи. Как же меня это раздражало. До увольнения Акаю Кимуры она являлась его правой рукой. Под протекторатом бывшего начальника отдела девушка добилась нескольких незначительных повышений. Она уже готовилась получить должность зама, но жадность её покровителя нарушила все планы. Я не сомневался, что бойкая красотка спала со своим руководителем, чем, собственно говоря, и заслужила продвижение по карьерной лестнице. Как же меня бесит такие беспринципные люди. А ещё и больше бесит то, что я запал на Кэтсуми с тех пор, как появился здесь. Нет, чтобы найти обычную девушку. Тихую, скромную, из порядочной семьи. Меня же угораздило попасть в капкан распутной карьеристки, идущей по головам. Любовь – это болезнь. Вирус. Недуг, который за небольшой промежуток времени высосет из тебя всю жизненную энергию. Разум противился возможному союзу с Кэтсуми. Она – это отголоски старого режима. Я знаю, что не особо ей нравлюсь из-за частых придирок к её работе. Ну а что делать? Приходилось терроризировать Кэтсуми, чтобы скрыть истинные чувства, которые я испытывал к ней. С сегодняшнего дня наши отношения выйдут на новый уровень, и новость, которую я собираюсь рассказать, навряд ли обрадует Ямагути-сан. Продолжение следует...